Итак, в Международный день защиты детей российское движение школьников вместе с Союзом уличных театров и артистов организовало на фестивале «Большая перемена» «Артфест». Территория парка Горького превратилась в мир свободного творчества для детей, родителей и педагогов. Репортаж Маргариты Масленниковой. В этом году День защиты детей в парке Горького отмечают с большим размахом. На фестивале «Большая перемена» собрались школьники со всей страны. Приветствие участникам направил президент Владимир Путин. Глава государства пожелал ребятам постигать новые знания, ставить перед собой самые сложные задачи и реализовывать их на пользу стране. Мы говорим о том, что общий язык всегда можно найти через культуру. Будь это твои родители, будь это люди в другой стране, или будь это вообще люди, скажем так, человечки, которые живут в космосе. Потому что культура — это наше всё, и мы постарались вот это вот совместить сегодня. Мы ведём это наше будущее! Это отдельное пространство на празднике под названием «Артфест». Здесь учат полученные знания применять на практике. В рамках «Артфеста» каждый ребёнок может создать архитектурный образ своими руками. Или, например, принять участие в танцевальном флэш-мобе. В общем, с головой погрузиться в мир свободного творчества. Софья Попова — активистка. Показывает гостям праздника, как создаются арт-объекты из подручных материалов. С другими детьми из российского движения «Школьников» Соня придумывала активности для этого праздника. Концепция данной площадки — это порт. У нас есть большой наш маяк РДШ, который символизирует какой-то цвет, который даёт РДШ, который освещает, прежде всего, отношения между родителями и детьми, между миром взрослых и миром детей. А тут принимают желающих отправиться в плавание. Наш порт, к нему пришпортован сейчас корабль «Ниноев ковчег», «Нинои» называется, чтобы никто не смел ныть в своём будущем. И поступающие заполняют декларацию о прибытии в порт. Мечтающих стать матросами, кстати, очень много. Поэтому корабль за этот день отправлялся в плавание по несколько раз. Есть на арт-фесте и более спокойные мероприятия. Например, эти ребята мастерят мечи. Тоже, кстати, из картона. Это, можно сказать, конкурс, чтобы проявить себя как-то между собой. Как говорится, из картона и скотчем можно сделать что угодно. Ещё одна площадка лектория проекта «Навигаторы детства». Здесь объединены взрослые и детские миры. Советники по воспитанию и взаимодействию общаются с детьми на темы обучения, психологии и реализации. Осенью этот проект российское движение школьников представят в учебных учреждениях различных регионов страны. Маргарита Масленникова, Павел Ребрик, Новости культуры.